Новые члены, новые политические проблемы. Евросоюз отмечает 20-летнюю годовщину крупнейшего расширения, когда в него вступили сразу 10 стран. Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа к ФРГ о геноциде. В Гаге постановили, что Германия имеет право продавать оружие Израилю. 20 лет назад произошло крупнейшее в истории Евросоюза расширение. На церемонии в Страсбурге 1 мая 2004 года главы парламентов присоединяющихся стран вручили государственные флаги тогдашнему председателю Европарламента Пэту Коксу. Европейская семья, состоявшая из 15 государств, пополнилась 10 новыми членами. Это три страны Балтии, пять стран Центральной Европы и два островных государства Мальта и Кипр. Экономике и социальной сфере расширения ЕС пошло на пользу, но в сфере политики появились дополнительные сложности. Украина и году во время войны. Люди периода и сфере быстрей. Ее будут проблемы снижения в дороге. Ну, украины в п hunt. Ведем от обычной безопасности Страсбург, С вступлением новых 10 государств численность населения ЕС выросла на 20%, почти настолько же его территория. Совокупный воловой внутренний продукт также увеличился, правда, лишь на 9%, а ВВП на душу населения, наоборот, снизился. Спустя годы под угрозой оказались общие европейские ценности. Брюссель запустил дисциплинарную процедуру в соответствии со статьей 7 договора ЕС в отношении Польши и Венгрии. Из-за систематических нарушений фундаментальных принципов сообщества. Против последней был применен механизм верховенства права, предусматривающий прекращение выплат из общих фондов. Мнения самих венгров по поводу членства в Евросоюзе разнятся. Наступает новый этап. ЕС опять готовится к расширению. В своей очереди ожидают 9 стран, подавших заявки на вступление. Аналитики говорят, что разногласий и нарушений в будущем не избежать, ведь не все кандидаты разделяют общепринятые ценности и интересы. Евросоюзу нужно быть готовым к этому. Ведя войну в Украине, Россия пытается усилить свое влияние на Балканах. Это, по мнению аналитиков, может стать угрозой для единства Евросоюза в будущем. В преддверии выборов в Европарламент над Старым Светом дуют консервативные правые ветры. Германия не раздувает паруса ХДС, ХСС, усиливает позицию ультраправых и создает помехи нынешней правительственной коалиции. Согласно результатам опроса, проведенного Евроньюз, в конце апреля более 30% респондентов сказали, что готовы голосовать за ХДС, ХСС – костяк Европейской народной партии. Чуть более 18% опрошенных склоняются к поддержке ультраправой АДГ – альтернативы для Германии. На третьем месте по популярности – социал-демократическая партия Германии, входящая в трехпартийную правящую коалицию со свободными демократами и зелеными. С марта по апрель, по данным опросов Евроньюз, консервативный блок ХДС, ХСС заручился несколько большей поддержкой избирателей. Разница составила 1,3%. Ультраправым удалось добавить в свою копилку почти 2,5% голосов респондентов. Социал-демократы и зеленые – партия нынешнего министра иностранных дел Магдалины Бербок – с марта по апрель ослабили свои позиции. Либералы из СВДП партии Кристиана Линднера, министра финансов – единственная часть нынешней трехпартийной коалиции, которая за месяц повысила свою популярность. СВДП является компонентом Renew Europe – обновить Европу группы либерал-демократов в Европарламенте. Что касается партии «Альтернатива для Германии», пока рано говорить о том, насколько на окончательный результат голосования повлияет скандал, разразившийся вокруг Максимилиана Кра. Его помощник был задержан по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Кра по-прежнему остается главным кандидатом от АДГ на европейских выборах. Рост популярности ХДС ХСС прибавляет уверенности председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая начинает рассматривать возможность создания большой правоцентристской коалиции с группой консерваторов вместо нынешней большой коалиции с социалистами и либералами. Согласно имеющимся данным, по всему ЕС этот план кажется довольно амбициозным. На леворадикальном фланге фракция миграционных скептиков Сары Вагентнехт в опросах обгоняет левую партию делинки, входящую в группу левых в Европарламенте. Международный суд ООН отклонил иск Никарагуа к Германии, в котором содержались обвинения в нарушении конвенции ООН о геноциде. Причина – поставки немецкого оружия в Израиль. Суд в Гааге 15 голосами против одного постановил, что Германия не обязана прекращать помощь Израилю, в том числе через экспорт оружия. Суд заявил, что принял к сведению, среди прочего, свидетельство Берлина о том, что он сократил поставки оружия Тель-Авиву с 200 миллионов евро в октябре до 1 миллиона евро в марте. При этом просьба ФРГ о прекращении процесса была также отклонена. Продолжение следует... На слушаниях по делу Германия утверждала, что почти не экспортировала оружие в Израиль с начала войны еврейского государства против Хамас. Продолжение следует... 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 На прошлой неделе Брюссель начал расследование против компании ByteDance, владелицы TikTok. Еврокомиссия опасается, что ее программа Rewards вызывает привыкание и негативно сказывается на психологическом здоровье молодежи. В итоге китайская компания закрыла доступ к сервису. И Великобритания начала проводить инспекцию грузов из стран ЕС с целью предотвратить попадание болезней и вредителей на территорию королевства. Проверки касаются продуктов животного и растительного происхождения, мяса, рыбы, сыров, а также цветов. Британцев ожидает рост цен, говорят нидерландские экспортеры. Согласно новым правилам цветы будут проверять сразу после того, как груз сняли с парома. Для столь чувствительного товара время доставки играет ключевую роль. Оформление таможенных документов займет определенное время. Владельцы небольших магазинов утверждают, что потребителям стоит ждать не только повышение цен, но и уменьшение количества свежей продукции. Французская полиция разобрала палаточный лагерь просителей и убежищ у здания мэрии в Париже. Перед рассветом правоохранители прибыли на место и заставили примерно 100 молодых людей и подростков из Западной Африки покинуть район. Им предложили отправиться в центр для приема беженцев в городе Анжер. Лишь несколько человек согласились. Неправительственные организации утверждают, что это часть кампании по перемещению мигрантов с парижских улиц до начала летних Олимпийских игр. Полиция проводит подобные операции весной не впервые. Но, как считают правозащитники, в этом году таких зачисток гораздо больше, а мигрантов вывозят не в пригород, а дальше от столицы. Парижские власти отрицают, что нынешнее переселение мигрантов в другие города связано с грядущей Олимпиадой. И говорят, что лагерь у мэрии разобрали из соображений безопасности.